Добрый день. Компания Brice представляет третий видеоурок, подготовленный аналитиком строительных проектов Виталием Денисовым. В предыдущих видеоуроках мы рассмотрели, как планировщик может удобно организовать совместную разработку плана проекта с участием рабочей группы ответственных специалистов. Он делает это с помощью десктопа Microsoft Project и надстройки PlanBridge, рассылая специальные обменные документы Excel и импортируя их обратно в план проекта. Сегодняшний урок адресован руководителям проектов и планировщикам службы заказчика и генподрядчика. Зачастую в процессе реализации проекта они вынуждены собирать от подрядчиков информацию о выполненных объемах работ и фактических сроках выполнения в телефонном режиме, на оперативных совещаниях или в произвольных отчетах. Затем им приходится вручную переносить фактические данные в общий оперативный план проекта. В этом уроке я покажу сценарий актуализации плана посредством учета фактических данных, которые поступают от нескольких удаленных ответственных в виде специальных обменных документов Excel и оперативно загружаются в общий план Microsoft Project. Такой подход позволяет несколько раз сократить время планировщика и руководителя проекта, необходимое для актуализации, а также своевременно выявлять наметившиеся отклонения темпов выполнения работ и принимать адекватные управляющие решения. В качестве примера используем простой план выполнения двух видов работ, выполняемый двумя подрядчиками на многоэтажном объекте. Бригада подрядчика 1 выполняет кладку внутренних стен и перегородок на каждом этаже объекта, а бригада подрядчика 2 также последовательно выполняет бетонирование черновых полов во внутренних помещениях. В представлении и использовании задач можно увидеть, что на каждую работу назначен определенный физический объем, как материальный ресурс, а также определенное количество единиц трудовых ресурсов, которые должны по плану выполнять данный объем работ. Плановые объемы работ и трудозатраты бригад подрядчиков распределены по дням на временной шкале. Для того, чтобы PlanBridge мог создавать раздельные обменные документы по подрядчикам для учета факта выполненных работ, в отдельные текстовые поля внесены наименование подрядчиков и адреса электронной почты. Для создания и рассылки учетных обменных документов необходимо создать схему экспорта и импорта. Для создания схемы нажимаем кнопку «Настройка схем». Однако схема у нас уже есть. Выберем нужную нам схему из списка и нажимаем кнопку «Изменить», чтобы посмотреть выполненные ранее настройки. На вкладке «Описание» можно заполнить поле инструкции с деталями заполнения обменного документа. На вкладке «Столбцы» из перечня полей Microsoft Project выбираются те столбцы, которые будут присутствовать в обменном документе. На вкладке «Задачи» включен фильтр незавершенных задач. Также выбрано текстовое поле «Текст 1», которое используется для указания, к какому подрядчику относятся задачи, чтобы потом распределить задачи по обменным документам подрядчиков. На вкладке «Данные назначений» вставим галочку в чекбоксе «Отображать диаграмму Ганта» и данные за период. Задаем отображаемый период 2 недели и интервал деления периода в 1 день. В блоке «Данные ресурсов» выбираем «Отображать базовые трудозатраты» и редактировать фактические. А также устанавливаем галочку в чекбоксе «Отображать поля назначений» для вывода итоговых базовых трудозатрат и уже выполненных итоговых фактических объемов работ. Закрываем окна настройки схем и переходим непосредственно к созданию учетных документов по заданной схеме для рассылки ответственным. Нажимаем кнопку «Сохранить документ», выбираем настроенную схему и выбираем папку для сохранения группы обменных документов. Задаем ее наименование. Экспорт обменных документов в указанную папку завершен. Теперь нам необходимо предоставить общий доступ к этой папке с помощью клиентской программы OneDrive. Мы создаем специальную ссылку и отправляем ее ответственным, для того чтобы они могли скачать обменные документы и внести в них фактические данные. Ответственные подрядчика открывают по ссылке папку с вложенными учетными документами и могут либо скачать документы, либо открыть в Excel Online для редактирования и внесения фактических данных. Рассмотрим теперь подробнее, каким образом вносятся фактические данные в учетные документы. Ответственный первого подрядчика открывает свой документ в Excel. Как видите, этот документ содержит только те работы, которые выполняет подрядчик номер один. Структура первого листа обменного документа идентична представлению использования задач в Microsoft Project. В левой части находится таблица с выбранными в настройках схемы итоговыми полями. При этом она содержит строки задач и строки данных назначенных объемов и трудовых ресурсов. В правой части листа обменного документа отображены отрезки диаграммы ГАНТа в соответствующих интервалах времени. Ячейки, выделенные пунктирной линией, предназначены для ввода фактически выполненных по дням объемов работ и трудозатрат рабочих. Ответственный вносит фактические данные о выполнении объемов работ по отметкам. И фактические трудозатраты рабочих бригад за отчетный период. В данном примере я смоделировал, что бригада каменщиков оказалась не полностью укомплектованной в соответствии с планом. И фактически работало не 15 человек, а 10. В результате производительности трудозатраты первого подрядчика по дням оказались меньше. Это привело к тому, что работа на первой отметке объекта была завершена на день позже. Если работа покладки на определенной отметке полностью выполнена, и фактически объем оказался меньше запланированного, в поле трудозатраты необходимо откорректировать значение итоговых проектных объемов и трудозатрат рабочих. В текстовом поле можно кратко указать текущие производственные и организационные проблемы по выполнению работ, требующие внимания и управляющего решения от руководства. После внесения всех необходимых фактических данных по выполнению работ, ответственный подрядчик обновляет отчетный документ в общей папке облачного хранилища. Более удобным способом внесения фактических данных о выполнении работ является открытие и редактирование учетного обменного документа в интерфейсе веб-браузера с помощью Excel Online. Этот способ легко реализуется на любом планшете с доступом в интернет. Ответственный второго подрядчика открывает в браузере учетную таблицу по своим работам и вносит данные о фактически выполненных объемах работ и трудозатратах бригады по соответствующим дням. Также можно указать причины задержек в текстовом поле проблемы. Сохранение изменений документа в общей облачной папке происходит автоматически, поэтому его нужно просто закрыть. Теперь вернемся к проекту планировщика в Microsoft Project. Для корректного анализа отклонений и выполнения работ по настроенным индикаторам после загрузки фактических данных сначала установим актуальную дату отчета. Теперь загрузим в общий план проекта группу заполненных отчетных документов. Для этого нужно через ленту инструментов PlanBridge открыть окно менеджера документов и нажать кнопку «Получить и обновить». В результате в столбце «Получен обновлен» появляется дата и время последнего изменения обменных документов ответственными. Перед загрузкой документов в план можно проверить их содержание нажатием кнопки «Открыть в Excel». Для загрузки в план данных из обменных документов необходимо выделить нужный нам пакет и нажать кнопку «Загрузить в проект». После этого закрываем окно менеджера. В результате план актуализируется фактическими данными. В представлении диаграммы ГАНТа можно увидеть графическое отображение наметившегося отклонения от базового плана сроков выполнения работ за первую неделю, изменение процента завершения и значение индикаторов оперативного состояния работ, а также внесенные ответственными в учетных документах текстовые сообщения о проблемах выполнения работ. В представлении использования задач можно увидеть загруженные из обменных документов данные по выполненным физическим объемам и трудозатратам рабочих в соответствующих временных интервалах, а также сравнить их с повременными данными базового плана. В представлении использования ресурсов наглядно отображены итоговые данные по освоению каждого физического объема и трудозатратам каждого подрядчика. На вкладке «Отчеты» в панели инструментов Microsoft Project планировщик может открыть настроенные, связанные наглядные отчеты. В отчете по первому подрядчику отображены диаграммы сравнения базового и фактического, подневного и накопительного освоения объемов работ по кладке стен из газобетона и фактических трудозатрат каменщиков. В отчете по второму подрядчику наглядно видны отклонения по освоению объемов бетонирования полов и фактических трудозатрат бетонщиков. Вот и все на сегодня. Чтобы начать пользоваться план Bridge, заходите на сайт msdfizproject.info и скачивайте наш продукт. В следующем видеоуроке мы собираемся рассказать еще об одном удобном и эффективном варианте учета выполненных работ и актуализации плана, об использовании специальных ресурсных столбцов. Спасибо вам за внимание.